Праздник живописи и графики длился в нашем городе неделю. На протяжении четырёх дней художники из Москвы, Плёса, Нижнего Новгорода и Сарова воплощали в цвете красоту золотой саровской осени. Первый день был одним из самых сложных, признаётся Ольга Ватулина. Перед участниками пленера стояла непростая задача – изобразить монастырские виды. Кто-то писал маслом, кто-то акварелью, и ни одна техника не была похожа на другую. Несмотря на то, что я, как говорится, в Саровине не новичок, но, тем не менее, где-то последние лет 5-6 меня не было, и по приезде, безусловно, первый такой эмоциональный удар – это монастырская площадь, безусловно. Потому что раньше этого не было, проездная трасса была, и всё воспринималось совсем по-другому. Так что первый день он действительно для меня был, этого пленера, ошеломляющий. Тема второго дня пленера была панорама Саровского монастыря. Каждый художник искал свой ракурс. Кому-то ради этого пришлось забраться в высокую траву, камыши или уйти на речной берег. Непогода стала мотивом и цветовым решением на полотне художника. Небо на некоторых работах было и хмурым, тяжёлым, а порой и едва осязаемым. Многих участников покорил четвёртый день. Его провели в Дивееве. Там было такое разнообразие погоды, и дождь, и солнце, и пасмур. И всё это тоже отражается на работах, которые мы пишем. В Дивееве тоже люди подходили, общались, очень дружелюбно рассказывали. Я впервые увидела вот эту преображённую набережную. И, конечно, тоже впечатление грандиозное. Площадка для творчества, знакомства, общения и обмена опытом «Саровский пленэр» проходит с 2006 года. Раз в два года в наш город приезжают художники из разных городов. Их свежий взгляд помогает местным жителям найти в красотах родного края что-то новое, недоступное привычному взгляду. Насколько я помню, ещё есть прекрасные места, до которых мы просто не доехали. Ну, всё объять невозможно. Но и всё равно я рад, что мы побывали, поработали. Художники разные. Этим как раз интересно, что художники разные. У нас сегодня сложнейшая задача, потому что нам нужно отобрать работы в наш фонд, которые войдут в золотой фонд нашей художественной коллекции. Поэтому поздравляем всех художников. Огромная благодарность. Сарову в очередной раз повезло, потому что эти работы будут участвовать в наших новых выставках. Итоги творческой работы художники представили для свободного просмотра в художественной галерее. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.